Вы видите православную армию, а группировку Русич вы не видите, а группировка Русич небольшая, но это практикующие новоязычники воюют. Русская православная армия больше имеет отношение не с русской православной церкви, а с истинной православной церкви, с русскими катакомниками. А если еще немного покопаться, то мы найдем представителей русского старообрячества среди боевиков. Причем это вполне серьезно. Я знаю, что часть русских старообрядцев поддерживает террористическую силу. Значит ли это, что на Донбассе воюют русские старообрядцы и русские новоязычники? Нет, конечно. Воюют в первую очередь русские националисты. Их религиозные взгляды в этом контексте не имеют в счете никакого значения. Можно, да? Извините, что я вас все время перебиваю. Вот еще в контакте есть группа РНЕ, русское национальное единство. И вот они все время публикуют фотографии о том, как отправляют своих... Ну, у них там есть свои лагеря, в которых они тренируются, отправляют на Донбасс воевать. Они просто полгода назад... Нет, год назад они изменили свою эмблему. У них была свастика на эмблему. И они теперь просто заменили православным крестом. И поехали воевать на Донбасс. Самая главная фишка на Донбассе о том, что все воюют за Советский Союз. А как люди, которые на Донбассе есть, или россияне, которые за этим следят, они знают, что там воруют реально российские фашисты? И вообще, как может тогда русская православная армия воевать за Советский Союз, если Сталин сжигал, например, церкви? Что бы вы могли сказать в противовес этому людям, которые в это верят? Ну, люди, которые в это верят, на них логические аргументы не доходят. То есть у меня как раз в голове очень хорошо выживается война православных сталинистов за Советский Союз и Российскую империю. Абсолютно органичная идея расширения территории России всеми средствами и методами, вне зависимости от политических убеждений. Это самое отчаянное единство народа во имя достижения с тех или иных целей. При этом на Донбассе воевают российские коммунисты, националы большевики, которые не имеют никакой религиозной составляющей, вместе с фашистами. К чему это может привести в итоге на Донбассе все эти глобировки? Ну, пока это приводит к усилению влияния России на эту территорию. Другой вопрос, что если перейти к теме исследований последнего года, касающиеся собственного боевого в Донбассе, очевидно, что при всей мобилизации идейных добровольцев, равно как и, скажем так, неэдинных людей, которые боевать и воевать на Донбассе, потому что у них проблемы с кредитами, все равно этих людей оказалось недостаточно для успешной борьбы с украинской армией, что показало, как бы, и опыт июля-начало августа, когда украинская армия, де-факто, разгромила большую часть групп пророссийских боевиков и, де-факто, взяла их окружение, так сказать, спасать их пришлось уже регулярно российская армия. То же самое, как бы, история с Дебальцево наглядно показывает, что просто, как бы, нагнать туда добровольцев, или, это сказать, людей, которых заморили туда общение высокой зарплаты, из числа бывших военных специалистов недостаточно, надо использовать регулярно российские воинские части. В России есть другая, как бы, действительно, политическая репетия, более серьезная и влиятельная, чем православие. Вот, это культ Великой Отечественной войны, который действительно, ну, начал, если так, вдаваться в историю, развиваться после 65-го года, вот, под воздействием политических причин того времени, так сказать, вот, утих, в достаточной степени скомпрометировал себя в конце 80-х годов, утих в 90-е, и начал в 2000-е снова возрождаться, да, то есть снова начали вот эту вся риторику насчет гидроуливали там, как бы, отдать ветеранам последний долг там, вот, и так далее, вот, началась вся эта, как бы, складывание, поддержка и складывание новой символики, касающейся, так сказать, войны, там, вся эта история с георгиевской леточкой, которая там, сейчас, чуть ли не сакрально очертельно начала приобретать. Вот, поэтому, то есть, если во что, как бы, россияне, собственно, верят, то, что они, вот, абсолютно, то есть, смысл существования России и Советского Союза оправданного через искупительную жертву, принесенную народом в течение Великой Отечественной войны, значит, победу, как новое воскрешение, да, так сказать, как бы, советского социума, вот, и, как бы, почитание святых мощей, то есть, как живых, так и мертвых, так сказать, героев этой самой войны, является, как бы, вот, пернациональной религией, вот, и, действительно, эффект от этого долгоиграющей, на много лет еще, даже в условиях сокращения этой самой пропаганды страны-государства это будет работать.